Я впервые услышала о том, что есть такое слово «Холокост». Я впервые узнала о том, что в Новогрудке жили евреи. Я впервые узнала о том, что большая половина жителей нашего города были евреи. И что в тех четырех могилах, которые у нас в городе и вокруг города, лежат евреи. И я очень долго держала эту тему вот так. Когда это произошло? В каком году? В 91-й, 92-й. Это продолжалось до 1998 года, когда я, знаете, как будто бы что-то начало приоткрываться. Люди стали об этом говорить. Люди стали вспоминать, говорить, а вот это было не так, я знаю это по-другому. И тогда я стала исследовать сама, что же было на самом деле. Первая акция массового уничтожения в Новогрудке состоялась 8 декабря 1941 года. Всех евреев города собрали в здании суда. После селекции около пяти тысяч евреев на грузовиках и в пеших колоннах через городскую площадь отправляли в направлении деревни Скрыдлева, где заранее были подготовлены могилы. Вот этот дом. Мы в этом доме жили. Их вели по этой улице? Да, да, по этой дороге. И вот в этот переулок, и туда к лесу. И когда начали вести людей, отец велел, чтобы вы сразу легли на пол? Чтобы мы легли или сели на пол, чтобы мы близко к окну не подходили даже. И вот мы слушали, потому что он нас бил за это. И потом, когда стреляли, мы слышали, тоже лежали все на полу. Потом уже встали мы, когда перестали стрелять. И тогда через каких-то час, может быть, побежали в лес. Дети собрались тут, соседи, и побежали в лес смотреть, где их расстреливали. Что видела? Видела тут дорожку. И по обе стороны этой дорожки были ямы выкопаны. Эти ямы уже были накрыты землей и были политы черной какой-то мазутой. Когда мы, дети, забежали на эту дорожку, мы увидели, что земля шевелится на этих ямах. Мы обратно побежали тогда домой. Испугались, что тут живые люди, закопанные. Мы прибежали домой и стали говорить родителям. Папа, мама, там люди живые, закопанные. Там люди живые, там земля шевелится. И тогда папа снял ремень и стал нас бить за то, что мы сюда прибежали. Он боялся, что, может быть, полицаи придут и увидят тут детей и подумают, что это еврейские дети прибежали сюда глядеть. А тут костер горел как раз в этом, в начале этих могил. Тут ихняя одежда догорала. По-видимому, когда их расстреливали, их заставляли раздаваться. Двадцать лет я этим занималась. И я задавала себе вопрос, зачем? Почему я? Ответ я получила совершенно случайно в прошлом году от своей мамы. Она рассказала мне одну историю. Мой дедушка до войны был коммунистом, был председателем колхоза. Начинается война. Коммунисты и люди, которые работали в администрации советской, это жертвы в списке номер один. И мой дедушка уходил один, оставив семью, женой двоих детей со своим другом. Его друг был еврей. Они идут через лес и доходят до того места, где дорога расходится в две стороны. И мой дедушка очень хороший человек, он говорит своему другу, «Ты знаешь, нам не по пути. Я пойду по этой дороге, а ты пойдешь по той». Они разошлись. Мой дед попал в Читу, за Урал, пережил там войну, после войны вернулся. Я не знаю, где и как его друг уцелел, но он тоже вернулся. Они больше никогда не разговаривали после войны. Они никогда не встречались. Сейчас я чувствую себя тем самым евреем, который остался один в дремучем лесу, который не знает леса, который идет, чтобы не стоять на месте. То, что мной двигало на первом этапе, когда я узнала историю евреев Новогродка, это было ощущение несправедливости. Все, что я делаю, это моя маленькая попытка исправить, то есть восстановить справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова